Всем привет дорогие друзья! Веща эта транслирует Hackman. Продолжаем с вами стрим прохождения The Outer Worlds. Постапокалиптической RPG 2019 года. Одной из лучших. Жмем продолжить. Если помните, мы с вами в прошлом стриме выполняли кучу заданий по указаниям людей сперва проходца. Там и новое оружие мы достали, чертежи нового оружия. И секреты там какие-то разработки узнали у доктора, который живет на... Забыл как эта планета называется. Я, кстати, честно... А, вот Роузовые. Я, кстати, на ней нахожусь. Так, ну, собственно, здесь мы все закончили, насколько я помню. Два моих бравых парня. Так, что мы здесь? Продавец. Ремонт. Два магазина. И как бы все, да? Пора отчаливать. Тут, девчонка, ничего нам не дает? Нет. Немножко подзабыл, где у нас... А, здесь. Здесь у нас... Так, все у нас в порядке со стримом. Сейчас, секундочку. Да, все отлично. Идем дальше. Вот, кнопочку нажал. Здесь у нас, в общем, есть... Где-то здесь были автоматы по продаже. Да, вот они. Итак. Ох-то, какой-то новый пистолет. Ультиматум оплот. Энергетическая. Ожог. Плазменный карабин. Урон 62-94. Вместо 52-188. Размер магазина 40, а тут размер магазина 30. По-моему, еще даже улучшить можно. Блин, сколько всего у нас тут. Ну, короче, давайте что-нибудь спихнем сейчас тут. Не будем же мы со всем этим скрабом таскаться здесь. Так. Значит, пистолеты продаем. Они нам особо не нужны. Теперь... Вот это продаем. Ну и сколько у нас всякого оружия. И мы еще с этим ходим. Что самое интересное. Так. Я вот сейчас ищу одинаковые. Просто вот... Так. А это у нас что? Штурмовая винтовка. Может, выкиньте, ведь нафига нам нужна? Немало кто пользуется. Я вот с этой хожу. С 28-ой. Штурмовая винтовка. Длина ствола 28. Размер магазин 24. Блин, а может, я ее зря выкинул? А давай-ка мы с плазмой походим. Так. Теперь... Всякое говно скидываем. Всякие рубашки. Не, ну вот броня. Вот этот мое уважение. Отличное. Так. Здесь... Сейчас надо поскидывать бухло. Разом плюс один. Блин, а тут ничего и нету. Ну, это понятно. Тут тоже... Так. Всякий хлам поскидываем. Купить есть что-нибудь интересное на продажу. Это все, все говно, короче. Тут че? Ну, не шибко. Кстати, боеприпасы можно купить. И там, и там. Почему только не по 50 штук продают? Вот это для меня загадка. Ладно, пойдем, ребята. Нам пора выдвигаться. На улицу. Так. Одна у нас еще персонаж. Наш... Наш персонаж повысил квалификацию. Значит... Убеждение... 61. А это... Бонус поддержки. Феликс порвать. Ну, убеждение у нас достаточно классное. Убеждение у нас достаточно классное. Ну, убеждение у нас достаточно классное. Скрытность. Скрытие замков. Медицина. Давай-ка мы медицину еще подтянем. Вот. Неженее. Вообще 74. Так. Лидерство. Так. Ингалятор. Критический уровень напарников. Вот. Это тоже надо повысить. Так. Так. Ингалятор. Здесь у нас все отлично. Никто больше ничего... Никто больше не прокачал ничего. Так. Чего? Погнали. Мы вообще-то же можем... А, не. Пока не можем. Надо вылезти отсюда. Перемещение сады Роузвей. Сейчас наверняка какая-нибудь армия Роптидонов к нам примотается. Слышали, да? Безнадежный. Погнали. Надо, кстати, еще помониторить задание. Так. У нас. Стелла Робаева Блэдис. Это окей. Сумка платит. Верните печать у дома. Угу. Значит, здесь... Найдеть научное оружие на первопроходца. Лавка Глэдис. Окей. Сигнал бедствия. Верните Глэдис. Это мы сделали почти. Тут установите бак с кислотой. Вот. Так мы сейчас сделаем, кстати. Худший контакт. Простить долги Джесси. Убедите этого. Во. Кстати. Простить долги Джесси. Она может к нам перейти. Вослить Рэджинальда Чейни. Это Викарий. Фулбург Монарх. Что? Так. Где тут наш робот? Да-да-да. Привет. Бак с кислотой. Где он тут у нас? Наверху пойдем. Блин, я не туда пришел. Не туда я пришел. Так. Это все подождет. Вот он. Автоматон никак не реагирует на его корпусе в игре. Верон серий номер. Сэм. Установите бак с кислотой. Ук. 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 Инициализация инициализирующая последовательность. Здравствуйте, уважаемый клиент. Автоматон Сэм не смог найти ваши данные. Хотите зарегистрироваться в Автоматон Сэм? Да. Регистрация на владельца. Капитан. Добро пожаловать в команду. Аппараты Сэм живут ради уборки. Убираются. Ради чего там? Так, померс накопленного слоя пыли 2,5 года. Отличная работа, спасибо, ЖМ-клиент. Когти раптидонов покрыты микробами и смогут вызвать наступление биологической смерти в связи с массовой кровопотерей. Обработка запроса на прекращение обслуживания. Так, откуда ты? Автоматон Сэм переводит спонсор с собранными в стальных контейнерах 4,4 метра. Расскажи побольше о себе. На автоматон Сэм может навести снеметное сопло. Совершенствуй автоматон уже сегодня и жгите. Жгите. Что скажешь, Сэм поможет мне очистить от колоний всякой грязи. Замучить трудно вводим пятна и предоставьте это Сэму. Так. Это, допустим, окей. А дальше-то что? Ну вот он тут ходит. Что потом? Ой, как я, кстати, эту наклевку сюда притащил. Хвала поджогом. Это типа украшать наш корабль. Сортир. Так, минутку. А где? Наш кают. Наш кают где-то здесь. Да. Есть что-то для нас? Ничего. Так, окей, с этим разобрались. Теперь идем дальше. Сигнал бедствия. Поперли. Что ты мне скажешь? Возвращением, капитан. Давай, пусть меня развлечет. Конечно, капитан. Что вы хотите услышать? Отключи мою любимую песню, расскажи о них. Давай, анекдот. Что случилось с капитаном, который докучал компьютер из своего корабля? На его корабле отключил систему жизнеобеспечней. Ха-ха. Как вам шутка? Офигенная. Песня. Экспрозажу рекламную мелодию просто космоса. Это не моя любимая песня. Каждой волки вы не обязаны сочетать тетю или другую мелодию, одобренную коллегией своей любимой. Так, ладно. Должна подчиняться приказам. Так, как тут у нас трансляция идет? Пока все прекрасно. Идем. Первый проходит нам сюда. Мы прибыли на первый проходит. Это хорошо. Так. Что, может робота возьмем? Давай возьмем ворватель и робота Сэма. Только, блин, робота-то надо бы приодеть. Хотя, что его одевать? Ему только оружие максимум, что можно сделать. Ну-ка, Сэм. Что тут у него? Каразийный мойщик и каразийный бластер. Нательный бронешлем. Вот у него типа все есть. Так, способности. Ого, а он может нам помочь что-нибудь переносить. Здоровье, тревога, запугивание. А вообще кто у нас? Взлом наука запугивания. Он у нас спец по запугиванию, да? Блин, даже не знаю, что ему еще. Давай запугивание еще сделаем ему фигля. Пусть нас все боятся. Так, вообще я хотел пушечку себе заменить. Вот на эту. Ого, 1591 патрон. Вот это я понимаю. А то ходил там бедствовал. С двухстами все время. Патронами. Где эта старуха Глэвис? Вот она. У вас была возможность заняться тем вариантом в розовье, о котором я говорила? Я проверял сигнал бедствия. Из розовой. В чем дело? Насчет секретов, которые вы просили поискать. Что дотс найти мне удалось? Мне попалась формула зубной пасты. Сразу потерялась. Мне удобнее добыть из дотследней маску с ароптидонсом. У меня уже есть покупатель. Мне попался чертеж на вооружоплод. Много продать интересует. Как прекрасный обращик смертоносных изобретений. Просто перси со сливками. Уйдет за большую кучу битов. Формула зубной пасты. Ну, это бывает, дорогоже. Может быть так и лучше. Добыть результат, но у меня уже есть покупатель. Как жаль, что вы сначала занимались к старой Глэдис. Я бы предложил вам хорошую цену. Даже добавила бы немного моих знаменитых старых печеней. Чтобы сделать предложение еще слаще. Если тетя Клео попусть раптов с монарха, клянусь, кто-то попадет во щип. Когда об этом узнают. Все так и есть. Вы ничего не выпускаете? Там точно ничего не осталось. Не буду говорить на ясно что-то большее, но... Наверное, тут уже ничего не сделать. Спасибо за такую большую работу, дорогушь. Не забывайте про старый Глэдис. Ко мне можешь зайти в любой момент. Хочу купить печать 8000 битов. Новиключ. 10 тысяч битов уже недостаточно. Типа я уже нашел, да? А у меня вообще сколько времени? Блин, 18000 до хрена. А у меня... А у меня 14. В принципе... 10 тысяч битов. Вот что лучше? Печать или долги? Давайте еще все-таки одну напарницу возьмем. Да. А это значит долги. Блин, Сэм, а что я тебя разни... А, у тебя еще одна способность есть. Спротивление брони. Дистанционный урон. Базовое здоровье. Пускай будет базовое здоровье. Так. Что-то у нас с репутацией приветливый первопроходец. А вот коллегия у нас даже немножко отрицательная. Неоднозначность у тети Клео. Да пофиг вообще. Так. Ну че там? Навиключ. Печать коллегии для Удома. Навиключ, Стеллар Бэй. Навай 8000 битов. Ну просто проверить. Получайте удовольствие от обладания печатью. Не вздумайте использовать ее серьезным лицом. Так. Печать не получили. Че у нее там на продаже есть? Указовый аппарат какой-то. Четыре тысячи стоит пистолет. Ага. Хобот закатай. За четырькосыря тебе пистолет покупать. Печать. Че ж. Погнали. У нас там есть обновление. Перенять печать. Пойдем отдадим этому усатому дяде его печать. Чтобы этот усатый дядя нам тоже услугу какую-то сделал. Как дела? Чем могу вам помочь? Мне удалось забрать вашу печать. Он дал мне удалось забрать вашу печать. О, закон милости у вас получился. Вы мне жизнь спасли. Как же мне вас отблагодарить? Так, дайте-ка взглянуть. Тут надо поставить печать. Здесь подписать и готово. Вот все документы, которые вам понадобятся в Византии. О, и Нави ключ, чтобы ваш корабль мог туда попасть. Разрешающий документ позволит вам пообщаться с Софией. Я немедленно отправлю ей сообщение, чтобы она знала о вашем прибытии. Она будет в восторге. Капитан, вообще откуда из какой пещеры? Мисс София вторая положительница во всей колонии. Ты откуда знаю, кто это вообще? Да, именно. Мисс Аканде, именно та, что должна была бы взять под крыло кого-то с вашими талантами и характером. Она может ввести вас в курс дела по всем операциям. Коллеги в этой колонии полностью задействовать ваши таланты. Желаю удачи. Еще раз спасибо. Привет всем, любезнадежно. 14 уровень. Так, подожди. Помочь Джесси Дойл. Ударить ее дело с долгом. Мисс Дойл должна коллегить значительную сумму. А единственный актив, это ее органы. Принавидное донорство или от в данном случае вполне допустимый вариант. Не удалось добыть вашу печать. Справедливо замечено. А теперь, получив обратную печать, я могу оформлять любые документы. Например, указание о списании долга, которые есть, кто спросит, не существует. Прямо индульгенция. Вот и вы. Пускай мисс Дойл подпишет и вернет мне. И больше не будем об этом говорить. Хорошо, что мы смогли помочь ей, капитан. Это радует. Вы можете попросить ваших друзей говорить чуть потише. Спасибо. Всегда к вашему слову. Ок. Пойдем. Кстати, напарнику поможем. София Арканда, значит. Или будет разумеет, что закрыл долг Джесси перед коленей и долг перед Джесси. Пойдем. Куда нам? В какую сторону? Сюда. Надо в медичку. Вот она. Джесси Дойл. Ты мне дошли хорошие новости. Похоже, ты оплатил мой долг перед Джесси. Выходит, теперь я в долгу перед тобой, так? Да, так. Знаешь что, у меня сейчас стукают с деньгами, но я прилично дерусь и очень даже неплохо латаю раны. Если тебе нужен медик, я могу отработать свой долг. Если пойти откровенной, а я это дело не люблю, я в любом случае собиралась взять новый контракт. Ты очень ловко все уладишь, чего могу исключить, что я сделаю хладко и у тебя все в порядке. Ну да, я такой. Можешь сказать, что я хочу отплатить тебе за услуги, если тебе и так больше нравится. Так, добро пожаловать на амбард. Что именно для тебя делала Джесси? Похоже, ты очень не любишь быть в долгу. Помогла выиграть пари. О чем было пари? Если мы как-то контрабандой поспорили с дозорным, что я не смогу обогнать жукозавра. Жукозавр. Всем привет, кто присоединился к стриму. Так. Не смогу обогнать жукозавра дальше. И, как ты можешь догадаться, эта тварь оказалась быстрее, чем можно предположить. Наверное, поймала бы меня, если б Джесси ее не пристрелил. Она, выходит, спасла тебе жизнь. Да, но главное, я выиграл пари. Давай ее уберем, конечно же. Ты не пожалеешь, Шоттель. Кажется, у тебя и без меня полно народа. Придется выбирать капитан. Порвать и вернись пока на корабле. Стоять на корабле. Ну да. О, путешествуем с размахом. Выбирай себе каюту с самым шикарным видом. Симуляция экспериментального протокола. Дружеское приветствие. Добро пожаловать в команду, мэм. Обратите внимание, что отдавать распоряжение данному аппарату может только зарегистрированный пользователь Сэма. Окей, так, а с тобой-то че? Э, стоять. Я получил звездочку от Удома, от убийцы, который за мной следил. Похоже, я спасена. Спасибо, что решил вопрос с моим долгом. Да, пожалуйста, спас мою шкуру, мы с Элей в расчете. О, денежку, да. Осторожнее, тут без меня. Так, отлично. Еще одного члена экипажа взяли. Теперь, купите на Виключ Стеллар Бэй у Гладис за 1000 битов. А у меня, а у меня только 7. Подожди-ка, почему 7? У меня было 14, я отдал 8. А, ну да. Блин, я думал, мне 38000 дали. Хитро, да? Реджинальда Чейни. Это пока мы оставим. Кукловода София Аканда. Византии. Пропуск. Так. Гладис. Значит, наружно беру проходцам. Вот я к Гладис-то я же иду. Ну, она что-то не хочет со мной как бы дружить. Так. Специальные атаки. Так. Есть. Что у нас там с запугиванием? 54. Хорошо. Так. Новая очка открыта. Что нам? Несколько. На одного из напарников. Слаженная команда. 20% восстановления умений. Так. Станавливает здоровье при убийстве. Что-то еще есть. Вес расходуемого предмета. Навыки общения. Много с собой. Закупочный ценового торговца. Бонус к урону. Вот. Сканер это хорошо. Он скорость движения времени. Ага. Урон научного оружия. Восстанавливается при убийстве. Штраф точности. Бонус к урону. Базовое сопротивление. Скорость перезарядки. Тактического замедления. Так. А мне нужно было увеличить скорость бега из масс оружия. Урон напарника. Так. Где-то здесь у меня есть. Ага. Скорость перезарядки. Короче. улучшим. Отлично. А что тут с кодексом? Так. Так. Типа мне надо глэдис. Правильно? Ну пойдем глянем. Чем она там у нас обрадует. Стоп. Сюда. Что ты нам скажешь? На все палки чудовищно вонять станет хуже если я не почищу радиаторы. С ней что ли надо побеседовать? Говорят, что для радиаторов первопроходца нужны запасные детали. А то сейчас они сбрасывают перегретый воздух обратно внутрь корабля. Почему вы их еще не починили? Только у коллеги есть доступ к новым деталям. А я не хочу давать им способ загнать меня в угол. Никакие компромиссы невозможны? Нет. Каждый раз, когда я отступаю перед коллегией, первопроходец теряет часть свободы. Скоро я не останется совсем. Этого я не могу допустить. Коллеги ничуть не помогают. Ресурсов у меня очень мало. Если я не запущу радиаторы, первопроходец зажарит всех, кто находится на борту. Вам нужен наемник, чтобы это решить. Я не очень дорого беру. Интелект. Ну давай. Не очень дорого? Это лучшая новость, что я сегодня слышала. Суть по схеме моей бабушки, необходимые нам детали должны быть в затоне. Откуда вы знаете детали еще там? Я внимательно связываюсь с ремонтом станции, поступающими наличными ресурсами. Как меня бабушка научила. Родни атор станции не менялись с ее времен. В ее записях сказано, что необходимые детали должны быть там. Я им доверяю. Давай займемся. Подождите. Вам нужно кое-что узнать, перед тем, как вы туда отправитесь. Зато он находится на нижней палубе. Он давно покинут всеми, кроме человеческих отбросов. Хотим в другом месте такие детали не достать. Наверное, здесь недавно. В Волкионе новая деталь появляется только с земли. Их привозят на грузовиках, и коллегия монополизировала их. Значит, мне придется вести переговор с коллегией. Я уже дала им магазины, истыковочные пошлины, и чертово посольство. Их переговоры похожи на бюрократический заговор. Да, верно. Пока я остаюсь капитаном, я должна беречь независимость корабля. Пытаюсь кого-нибудь опасать за деталями. Да, свой инженер с охраной. Они не вернулись. Ага. Я не могу из-за этого лишиться кого-то из морпехов. Без обидный наемник мне будет куда менее жалко. Зачем их так бережете? Морпехи – это потомки подразделения морской пехоты, отправившихся в путь на первупроходца. Я стараюсь не рисковать ими, когда это возможно. Ну, принесу. Отлично. Как только достанет деталь, мы сможем узнать следующие фазы ремонта. Подожди-ка, там написано, что Глазис, а это дьюнлэй там какая-то. Пойдем, короче, еще раз к Глазис. Пойдем. Пойдем, короче, еще раз к Глазис. Пойдем. 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 Черт, не туда. Робот быстро бегает. Ну, не то что быстро, но бегает. Глазис, Глазис. Не, почему у нее не открывается диалог? Насчет встречи газетного клуба немножко опоздали. Смотрите, где мне искать. Так, а к ней это за научное оружие, да? Ага, либо так, либо сяк, но есть научное оружие Финиаса. Погнали к Финиасу. Пока рядом враги. Какие враги, где враги? Какие враги тут рядом? Про кого они имеют в виду вообще? Все другая ны. Враги у них какие-то, блин. Плетель, короче, к Финиасу. Да. Члены экипажа Эли и Макс о чем-то разговеченно спорят на кухне. Пойдем посмотрим. Макс. Максимилиан. Викарий. Вики. Ну че тебе? Блин, уже забыл, ладно, потом вспомню. Угу. Че у вас тут? Меня восхищает сложность одновременно простота спирали Вибоначчи. Уверен, вы меня понимаете. Что-то изводит вас, капитан? Расскажи о себе, твоей религии, давай поймем в этом твоем поиске. Давай про поиск. Да, как раз хотел обсудить, раз мы знаем где Чене, то есть ученый, когда мы отправимся на поиски. Как только, так сразу обещаю. Ты у нас что скажешь? Ты что-то хотел? Хочу узнать тебя получше. Да, расскажи-ка. Я хирург по образованию, пират по призванию. Но больше рассказывать особо нечего. Я люблю долгие прогулки по променаду и запах просто короны. Я делаю убойные нольградные коктейли и еще более убойный хук правый. Ммм. Убой баба, короче. Окей. Нольградные коктейли. Что это? Это смесь всего, что есть под рукой. Обычно нольградное пиво или, если повезет, водка. Если нет, пурпуричный шейк. Так, одобряюсь, значит, отвратительно. Как-нибудь приготовлю. Если тебе не понравится, буду повторять, пока не оценишь. Хитро. У тебя большой опыт работ с другими капитанами. Еще какой. Иногда даже законный. Через первый проходец идет много сделок. Некоторые из них одобрены коллеги и заключаются в транспортировке груза, а некоторые нет. Чем я только не занимался. И команды бывали всякие. Я не буду учить тебя вести дела. Это все, что тебе нужно обо мне знать. Твой корабль, твои правила. Звучит разумно. Рада это слышать. Меня этот подход еще ни разу не подводил. Надеялся узнать что-нибудь более личное. Ну, группы крови А, Б. Положительное, по знаку Сдиака Лев. И я ненавижу космобольницу. Что бы тебе ни говорили. Вроде все. Откуда ты? Как ты стал пиратом? Ой, ну чего ты, это скучно. Кто хочет ответ? Слушай, за время жизни в стесненных условиях я поняла одно. Не надо одно седать. Я не прочь поработать вместе и немного повеселиться, но давай держать профессиональную дистанцию. Давай вернемся к телу. Отшил у меня, короче. Да, мы пора разойтись, раз мы с вами вернемся. Так, пошли. Окей. Ты-то ничего мне тут не скажешь? У тебя никаких там вещей нет? Пока нет. Так, а ты? Ты куда-то пошел. Развернись. Тебе что-нибудь надо? Нет, этого ничего не надо. Эй, тут ты лазутчик. Тут стоишь, да? Смотри, моя команда тут пополняется. Так, а пока мы. Чем она тут вооружена? Кстати. О, у нее два очка способностей и десять медицина. Кто она вообще? Медицина. 52 инженерение. 45 ложь. Давай медицину и прокачаем. Че бы нет-то. Есть. И. Базовое здоровье. Кристочков здоровье восстанавливаем к медицинским ингаляторам. Давай еще базовое здоровье улучшим. Так, а вот на вооружение давайте ведь что-нибудь подберем. Технологии у тебя был плюс пять. Блок. Блок. Скрытность. Вклонение. Блок. Навыки технологии плюс пять. вот инженерии 45 у нее блин мы сейчас уберем это будет давай хотя просто шлем и и денешь какой-нибудь хороший ночь наружу ближнего боя блок просто шлем просто шлем надо вот так тебе сделаем с чем-то у нас будешь бегать огнемет можете дать блин ну плазменная винтовка хер его знает давать тебе или нет крупнокалиберный пулемет можете дать побегаешь с ним и вот с этим пожалуй тебе вот отлично все лексус нормально упакован так все да так погнали сюда летим финису похвали похвали себя так кого берем мы берем робота однозначно давай девчонку берем которое или так еще одного не хватает интересно кого наверное того нет я думал которого века ребак сыщет но нет похода нет это не про него стоп а чё я не модифицировал то я значит хожу с этой пушкой блин а я уже не смогу да тут поблизости ничего нету ну ладно осторожно не споткнись у меня не был гостей уже да нет вообще никогда не было не слишком то он приветлив блин тут живность уходит пухляк я смотрите есть чем заняться смотришь ка на него копыта шишкача я думаю это здоровенный чей-то мозг плакат плакат да возьмем смотреть гибернационная камера вывести тебя из гибернации совершил свое величайшее достижение шанс на выживание у тебя был всего лишь 28 процентов слава закону тебе не произошло спонтанной смены цвета кожи есть у процесса реанимации такой потенциальный эффект очень редкий но всякое бывает добро пожаловать в мое скромное жилище уж какое есть у меня есть кофеноиды и шишканчики на любителя в общем добро пожаловать чувствуй себя как дом мое тайноубежище твое тайноубежище так спасибо что вытащил меня с надежды не нужно благодарности ему не устрашим сообщник мне стоит сказать тебе спасибо что ты не видишь меня за что-то там я жалею только что не смог спасти других поселенцев сложно это когда ты под прицелом коллеги нужного реагента у тебя не осталось так еще один вопрос конечно почему ты прячешься за стеклом деланных тебе я провожу эксперименты в той комнате некоторые из них получаются прогрессивными неожиданность нужно ценить но с безопасного расстояния и вообще здесь знаешь ли довольно удобно бобы пали мне кофеноиды тоже туалетной бумаги полно так есть минутка давай с моей командой нет я очень старался не смотреть ему в глаза значит этот загадочный знакомый капитана я элли приятно познакомиться стоп ни слова больше не хочу знать твое имени я не хочу знать кто ты такой давайте не будем делать друг из друга соучастников по щека еще можно а ты что сразу все колонию притащил мою тайную тщательно скрою в лабораторию зачем мне конфиденциальность действительно спокойно это же мои люди ну ладно но только если ты ручаешься за них и они обещают ничего не трогать какое обидчивое как бы ты ни был я рад что ты нашел товарищей уж каких не наесть все-таки ты талантливый ученый такие люди как мы всегда пользуются популярностью щитить кое-что еще блин и чего чё с ним делать то о стоп уменьшающий луч научное оружие а дел по разработке оружия джок научное оружие некольные образцы со странными мощными эффектами уроны силы эффект научного оружия beybore растет по меру развития вашего научного навыка ооо значит науку надкачать джок привлекает лучших инженеров чтобы наша прибыль и скорост лет на избили все рекорды ага вижу отношеный переносной аппарат малекулярной компрессии больше известный как уменьшающий луч Найди цель, направь луч, поли, цель уменьшится до компактных размеров, после чего я может будет превратить в пюре. Не стесняйся, я пробую луч на каком-нибудь мародёре. Ну-ка. Интересно. Ещё уменьшилось? Не сильно-то он уменьшает, я тебе сказал. Так, а что дальше у нас? Что-нибудь есть тут хорошее? На каком-нибудь мародёре. Куда мне идти? Так, найдите научное оружие Финиаса. Ну, допустим, я нашёл. Что дальше-то мы с ним делать? На выход. Всё, лететь. Блин, ну я вообще-то рассчитывал. На более гостеприимный исход. Чай там, кофе. А он отдал свою пушку и вали. На самоизоляции, чувачок. Видно. Так, предмет плаката мы получили. А, капитан, ваше лицо усло для моих оптических процессоров. Вернее, ваш головной убор. Ага, тебе нравится. Так, ладно. Пусть пока тут посидит. А мы... Мощное оружие на первопроходце. Так чё, мы летим на первопроходце или нет? Нет. И ей, походу, это игла, если надо передать. Так, можно высаживаться. Отлично. Состав тот же. Да. Состав у нас тот же. Погнали. Чё, я уже по экшнс соскучился. Пока один походняк только у нас. Ну ничего. Это как бы важная часть рулевых игр. Всякие походники. Ну-ка. Стоп-п. А где... Ну вот, к ней, типа, идти надо. Походу, 10 тысяч битов надо набрать. Если, смехи, ты знаешь, где меня искать. Походу, да. С ней пока всё. Пустышка оригинальный чейни. Погнали. Интересно. Где это находится? Члены экипажа, чем-то исключено, спорят на кухне. Да знаем мы, и ничего не спорят. Или спорят. Ну пойдем еще раз зайдем, хрен с ними. Обмешаемся. Ты что-то хотел? А ты что? Я мог бы часами размышлять над тайным движением Вселенной. О чем вы думаете? Я превосходно выслушиваю и спереди. Хочу спросить насчет книги, но имеют отношение к твоей религии. У Баконо, автора этих записок, были интересные теории о восприятии реальности. Я думаю, их можно как-то применить для расшифровки. К сожалению, Баконо также был одним из основательниц софистской школы мысли. Поэтому в нашей колонии книга запрещена. А кто это, софист? Софизм ложная религия, постулата которой противоречит почти всем известным фактам. Софисты верят в хаос, что в корне отличается от веры. ОНМ в план. Но софистская мысль в ее нынешнем виде сформировалась больше, чем через век, после смерти Баконо. Его рассуждения во многом исказили. Вот так всегда большинство бывает лет неинтересно. У нас не было подвижек в понимании плана. Уж очень и очень долго. Я пришел к мысли, что истину надо принимать, откуда бы она ни исходила. Еще меня посетила идея поделиться своими рассуждениями с вышестоящими. Так-то меня прописали к тюрьме, где я похлописти понаслушался от одного заключенного в истории о дневнике Баконо. Окей. Бла-бла-бла. Ну ладно. Погнали искать твоего друга. Монарх. Летим. Пока все хорошо. Сообщение доктора Уэллс. Он хочет поздравить вас с успешным нахождением пути до монарха. Выведемый экран. Каскадия кустына сильно опасными и крайне агрессивными хищниками, способными разорвать тебя на мелкие кусочки. Нужно быть безумцем, чтобы приземлиться в Каскадии, а я достаточно уверен, что проверил твой мозг наличие подобных отклонений. Поверь мне, лучше обратиться к Глодис к Калкелле. Я доберусь до Стеллар Бэй по земле и ничто меня не остановит. Тебе нужно будет поговорить с Хермом Блайтом. Его называют инфоброкером. И неспроста. Если кто-то не знает где найти нужный реагент, так это Херам. Без реагентов реанимировать колонистов с надеждой не удается. Они помогут нам дать отпор коллегии. Они помогут нам все исправить. Если коллегию не остановить, они доведут нашу колонию до полного краха. Ты поймешь о чем я говорю, как только увидишь монарха. Дай просто инструкции. Не отказывайся от услуга хорошего проводника. Я рекомендую охотницу по имени Ниока. Она завсегдата от пятийных заведений в Стеллар Бэй. И очень сложно не заметить. Когда ты соберешься, направляйся в резиденцию Херама Блайта. Окей. Желаю удачи. Будущее людей с надеждой в твоих руках. Так, на частоте эфир визера НОМР Херама обнаружен сигнал. Вечность есть в каждом из нас. ОНМ пытается убедить вас в том, что ваше место в обществе, а заодно во вселенной предопределено. Кто-то сейчас работает в шахтах Гефеста, дышит артутной пылью и получает за это жалкую горсть битов. Неужели эта судьба незыблема, как камень? Он умрет молодым, откашливая с черной кровью. Неужели такую участь ему уготовил всеобщий план? Мой ответ нет. Величие есть в каждом, а не только в тех, кому посчастливилось родиться в окружении роскоши. Содержание было неожиданным и странным. Что это? Анализируй подтекст. Капитан, я полагаю, это была какая-то проповедь. Весьма фанатичная. Ладно, проповедь. Так, давай-ка мы робота оставим. Возьмем викария. Блин, еще кто-то один. Так, давай-ка мы робота оставим. Так, монарх. Угу. Ого. Вот это тоже настоящая пустыня. Наверняка их ждать приключения и опасность. Но это хорошо. Хорошо. Так, термином не работает. То, что магазин рядом есть, это отлично. Так, пока мы зайдем... Пойдем. Че у нас там? Отлично, мои пацаны. Ученый. Ого. Все, подчистили. Идем дальше. Ну, с этими, я думаю, мы справимся. Че тут? Ого, нам далеко идти. Даже бы, я сказал, очень далеко. Миссия надолго. Но ничего. Че ж мы зря, что ли, что пришли? Ученый. Пока немножко помародерствуем. Так, тут какой-то катордж лежит. Заключение об изучении дикой природы. Понятно. Ничего особо интересного. Не хватало еще в говне тут ковыряться. Так, есть автомат. Так, где-то здесь входы заблокированы. Да, наверняка куда-то можно еще зайти. Ё-моё. Че, возьмем этот самый? Как его там? Не хватает. Ура! нет чё-то мне надоело то херня вали нахер гореть мне не очень светит ухты спокойно да вали ты нахер и чтоб тебя так то еще слышь ты жучара блин вали нахер отсюда черт я поторопился малость посадочная площадка каскаде так или сэм пикарий погнали да чё-то я немножечко себя переоценил чё тут у нас чё вот шавку завалили отлично так хорошо теперь что мы делаем сфена не так как хорошо классно впасть ему прям впасть в пасть держись отлично вот и все всех разобрали оттуда в тот раз погибли ни за что считай не добрался до кровати видно был бухой это вообще нах нет видно нет все-таки причины был не алкоголь а что-то или кто-то еще интересно это вот мясо которое я подбираю на вообще хоть какую-то пользу это дает кроме денег так тут вот есть дверь не классно пушка пушка огонь чё это так кто-то я смотрю уже знает о нашем прибытии ну и отлично так давай-ка мы сейчас вот так сделаем урон в минуту прицел в яблочко прицел чеки это наше все стоп ручная пулемет давай уж его улучшим раз такое дело починить надо все-таки что-нибудь починить починка прошла успешно это что я не знаю я не знаю газировочка мне классная пушка вообще просто очень классная пушка рубит прямо давай делов тут что-то ничего интересного нет только автомат на продажу ничего у нас тут пистолет легкое оружие вот это мы продавать не будем вот это можно и продать всякие вот эти вот рубашки они нам не нужны от слова совсем ну и хламьё всякое тоже отзывается например чья-то там нагану не нужна тем более еще крем какой-то так аппарат давай-ка мы так плазменная установка дальность шума урон критического удара у него не нужен нам плазменный урон вот этот мы заменим прицел жалко нет походим с этим пестиком и у какого хер пропустили рубит хорошо офигенно рубит пестик это я понимаю штука пукалка так тут чё прям до хрена всего всяких путей чё такое чё за призрак какой-то рой непонятно чего тех то то ли пчел то ли вас то ли еще что-то чуть его за херня нет открыть запись в дневнике тут ничего не туда мы точно не пойдем стоп баблишко нам надо баблишко наличными кота не будет констабль на заслове может еще какой-то вход здесь есть констабль то может пушечки какие-нибудь есть нихера нет ладно пойдем опана жука матка не не Субтитры сделал DimaTorzok Давай, бейся нахер Держись, тварь Че это за херня? Не, ну реально, ты че за дерьмо было? Желе жука какое-то, жукорой Что это вообще? Аномалия какая-то И хрен его знает, как ее обозвать Так, секунду Указатель разума Будет весело и опасно Пацаны, а вы че такие полудохлые-то? И почему вы ничего не сожрете? У нас в арсенале дофига чего есть Чуть не знаю, стоит ли идти вообще по дороге-то Еще Так Черт возьми Да что пас а чертовась возьми так жукусинец погнали отсюда нахер где ты 15-й уровень равно так блин так просто космос видит у вас изъяна герпетофобия фобия ловкость проницательности раздает наградочку отмечку способность отказаться в жопу не с такими очками способностей я нора были чуть не напугал не нормальный полноценный солдат еще изъян что там вам не видит кто-то основатель тут подкрепился я смотрю прям очень основательно вон пошли по дороге 950 метров осталось еще бежит тихо да и дохни ты тварь ни хрена себе ты куда сдохни что слышь ты яхты ты глянь она зажимает прямо сдохнет тварская сволочь блин еще эти мелочи сраные охренеть вот это он сожрал кто кто еще по мне стреляет или я в кислоте просто находился фух тварь какие-то посмотрения ну тут здоровая херня была так просто ее не развалить прям конкретно так что у меня 15 уровень навыки наука 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 74 у нас викарий макс плюс 12 см плюс 12 вот это классно решительность вдохновение убеждение ложь запугивания клонение блок нет вот это вот я что-то не очень хочу так а вот интересный пистолет это легкое у нас оружие легкое это смотри урон 95 не ну прям убойная сила у него прям отличная херачит только так так специальный эффект нокаут длина на ствол тяжелая так минимальный урон при пробивании брони плюс 10% так отлично теперь будем качать еще вот это вот он викарий тоже у нас улучшил он у нас кто наука в злом запугивании давай на науку есть тут что-нибудь скорость активации урон научного оружия ну хрен его знает применяем тебя сэм сэм у нас тоже пугатель сквозь активации урон уменьшим напарников сэм урон уменьшим напарников да но только очень далеко у нас снялкой стал рубри мы пойдем до этой ниоке столовой чего бы нет как говорится ну ладно и не сбиться с пути сейчас идем куда-нибудь потом хрен выберешься черная яма черт кто в каос стреляет ого вернее не вижу черт бит тебя побрал вот это мы забрели не это капец вот это мы забрели прям не блин пойдем в обходную жопу такие обходные пути хотя наверно других тут вариантов и нет да а вот типа сюда нам надо правильно вот какие-то кусочки цивилизации есть эти вот ящички так ну погнали отсюда всех мы их не перестреляем это однозначно еще прибегут и те кто те кто черт возьми Блин, откуда вы зелись-то все? Кислотой поливает. Так, спокойно. Так, все что ли? Черт возьми, да не лезь к нему. Черт возьми, а сколько их тут? Рептилоидов развелось. Это что вообще такое, серные ямы. Сейчас я чую, мы тут сдохнем, надо сохраниться. Чтоб потом, если че, стартовать хотя бы отсюда. Блин, походу еще одного конфликта не избежать. Есть. Черт, я тебя побрал. Блин, какой он херней-то кидается. Он прям жрет. Сейчас за меня возьмется. И чтоб тебя. На тебе, сучка. Где еще? Вот еще плюется. Я пока не вижу кто. Вон он. Блин, я патрон на него и ссадил. Еще кто? Фух, ребятки. Блин, ну и тварь. Ну а с другой стороны уровень быстрее прокачаем. Так ведь? Взлом. Давай-ка лучше вот это пока прокачаем. Это у нас элитная пехотная броня. Все дела. А вот и викарию. Вот это вот урон умения напарников. И Сэма то же самое. Так, мы в какую сторону-то вообще идем? Туда, да? Тут кроме как через вот эту вот херовину не пройти. Огромная жукоматка. А если мы до того здания доберемся, у нас получится? Это вообще есть проход-то? Хрен его знает. Вот они сколько вот тут. главное чтоб те сверху не пришли вот эти вот кланы чтоб снизу не пришли так там счет до хера так пока идем пока у нас все хорошо и честно я ожидал покручу урон от этой пушки так 550 метров уже так жук кусиница трутинь блин а вдруг нам назад еще потом придется идти хотя с другой стороны если мы пойдем назад у нас там будет и прокачка так пойдем сюда и и парс это варимый нахер а я варим нахер жукоматку страны отлично так что у нас здесь есть вот хотя бы здание издательство терры надеюсь тут хоть что то есть мне можно дух перевести есть да я вижу вон так тут за то есть автомат биты биты если на защищение шустер так пойдем скинг хлам всякий ну тут что то не особо я скажу и хлам ну тут что то не особо я скажу и хлам продать так вот это вот дубинки сраные точно продаем ну и как бы все пока что так мало очень мало очень мало довалите нахер отсюда что у вас тут до хрена я смотрю навали валить рептилоидов рептилии долбины что у вас черти жрали скуку стопу нахер много вентилируемый шлем так давай осмотримся что тут у нас есть есть блин кислоты таки нас обдали все таки нет так 25 и топ 50 надо надо качать навык взлом а очень срочно да и никого из этих взлом а троп не взял а надо было бы наверное взять хера себе сам у нас какой крутой как препятствие классно преодолевает так что у нас тихо отлично чё не патроны что ли желали нет какой-то паста чё тут у нас магничка прямо от ничка много стало это хорошо через терминал ничего короче полезного пошлите к отсюда склад какой-то обратиться к ближайшему инженеру я вроде тоже инженер что тут в итоге ни хрена нет зато есть автомат да нет ничего наверное не будем прокачивать пока что так мы вышли короче куда пришли оттуда и вышли в принципе поселение какое-то пойдем проверим вдруг найдем кого нибудь так пойдем к тут чет наверняка должно быть два ящичка все три ящика ладно пять ящиков ого модификаторов дофига нашли прям очень кто-то любил в ящиках все хранить такие некоторые открыть не могу вот в чем проблема так а может быть плюс один взлом есть вот и взлом плюс 7 давай-ка мы кого нибудь оденем взлом плюс 7 сэм блин на сам не наденешь ну хрен с тобой я возьму так чем не скажешь вот уже лучше где-то был там еще один ящик надень там внутри и ладно хрен с ним здесь все гигантские грибы как вообще-то кто-то жить может тут такая гнетущая кислотная атмосфера и эти еще кислотой плюются скучно не интересно глаза слезятся от такого количества так далеко нам еще идти то как бы 300 метров в принципе недалеко вон он город вздох 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 так патронов мне достаточно на эту пушку это хорошо плюс еще возможно постепенно буду что опять они тут они да нет а ну да вздохни да что в вас а еще есть кто-то еще бежит черта возьми так есть автомат он не автомат верстак так и что у нас здесь есть папа суб ничего так помелочи значит пока чинить ничего не будем стоп запечатано блин я никаких признаков цивилизации не вижу где кто ну как ты помнишься делать хорошо считать 128 метров блин как же долго идти блин отдаст кислоты ты потом ходишь и остываешь так ты патрона стеллар бэй что охрана даже нет куда она делась у них за стеной главное не дышать носом плюс 33600 о да мы скоро это задание выполнено пропуск куда угодно так что тут с него как поговорить так секундочку секундочку и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я тут. Как у нас тут дела? Ага, все хорошо. Идем дальше. Значит, нам нужно Reginald Chaney. Нет, сначала с Nyok'ой надо с Stellar Bay поговорить. Чё ж мы не зря что-то там ходили. Она там. А тут у нас чё? Блин, ну в принципе такой обозносительно большой город-то. Как дела, ребята? У нас отрядка бывают посторонние. Осторожнее за стенами. Спасибо, я только оттуда. Ты вовремя меня предупредил. Ай, ты ходишь, я думал, чё там колозится? На заднем фоне. Так, это чё? Хаткчет. Нет. Это тут чей-то научный центр. Ну чё, я думаю, не обидится, если я тут порою с них немножечко в шкафчиках. Так ведь? Умародерство, мне ещё играть, игрок проходить. А не просто персонажики. Я думаю, не страшно. Тихо-тихо-тихо. Что вы себе позволяете? Так, ничего не позор, запугивание. О, давай. Туркнились, когда не надо, ладно. Эй. Вот так вот. Ну да, не надо было. Ты брить. Отчетник за ангар такой интересный. Работник. Статист. С ним не поговоришь. Так. Бэл Мобал Артала. Передай Кэтрин, что партия ещё не готова. Когда будет готова? Как только, так сразу. А если она так торопится, пусть приходит в гости и собирает коробки сама. Спокойно, я просто осматриваюсь. Таких дружелюбных людей в вышивала над суп свет утиль не берут. Извини, я обознался. Поршу прощения, в последнее время просто зашиваюсь. Мало того, что бригадир по погрузчим работал хлопнув дверью, ещё и старший менеджер по рыбоведнику куда-то пропал. Старший кто? Бракстон. Он следит, чтобы рыба хорошо набирала вес. И при этом превращалась в одно сплошное чего-то там. Он с рыбой настоящего волшебства творит, но взгляд на расписание у него, скажем так, творческий. Вот она, жизнь в свободной колонии. Рано или поздно он вернётся. Нельзя ограничивать чужую свободу. А мне, значит, в двойные смены выходить можно? Тебя вот никто не охраничивает. Может, сходишь, поверишь, как у него дела? Он в квартирном комплексе. Передай ему, чтобы тащил свою любимую жопу прямиком на работу. А не то Велма может определить внимание на то, на что-то там. Хочешь ещё о чём-то поговорить? А, крадёт он препараты, этот Бракстон. Что за бригадиры? Калеб Харрик, начальник операторов автопогрузчиков. Он считает, что они достаточно плачу. За то, что они крутят регуляторы и тыкают в переключательные. Я поговорю с Калебом. Слушай, может, заодно и по морде вам даёшь? Я шучу. Ну, почти. Раз только ты можешь сделать без потерь в производительности. Без того, что вы решили вернуться, я в долгу не останусь. Заглянем в яхт-клуб, он вечно там сидит. Ну да, пойдём сейчас разберём его. Чё нет. О, тут ещё второй этаж есть. Ладно. Набережная. Смотри, какой вид красивый. Лепота. Опа-на. Это кто? Просто работник. Если хочешь поговорить с боссом, он на складе. Да ладно, мне нужен этого босса. Так, тут проход-то один, похоже. Да. Ну, погнали, тогда, раз уж такое дело. Монарх. Храна здесь. Можно сегодня у вас, Минстер Найди? Силия Ровенс. О чём вы тут говорите? Приветствую. Добро пожаловать в Монарх. Стеллар Индастрис. Производим стали лучшего кинтопки-зунца. Чем могу вам помочь? О чём-то вы говорили о сложности с деньгами. Нет, что вы. Мистер Нанди прекрасно к нам относится. Хорошо платит. Я просто потратил почти всю зарплату на раптидоновую кислоту. Как глупо. У меня не было выборов. В тот день с Себасиным больше ничего не было. Зачем вы покупаете у Себасиным столько всего? Чтобы часть с ним говорить, конечно. Он больше почти ни о чём не говорит. Такой сильный, немногословный мужчина. К сожалению, всё это скапливается в моих апартаментах, и несколько соседей жалуются на запах. Может, я поговорю с ним за вас? Правда, я была бы вам очень признательна. Только не говори, что я этого хотел. Просто скажи, что встретил очень милую девушку по имени Сили. И вам показалось, что она... Ой, мистер Нанди снова очень медленно дышит через нос. Надо скорее возвращаться к работе. Что любопытно нашли в Себасине? Он мало разговаривает, но есть с ним какая-то тихая энергия. Понимаете, как будто у него в голове происходит такое, о чём ты и не подозреваешь. А ещё у него шикарные ноги. Редко встретить мужчину, который не пренебрегает упражнениями для нижней части тела. Есть и другие Сили. Только не в Стеллар Бэй. Тот, все, кто ещё свободен или пропахли кетонцом, или мой глаз. Потом мужчин с приятной лодкой, гармоничной раздумки, он не стоит пренебрегать. Вы правда хотите быть с тем, с кем не о чем поговорить? Вы думаете, я этого хочу? Какой вы забавный. Это всё, что мне нужно знать. Простите, но это я слишком увлекаюсь. Так, ладно, задание взяли. Пойдём. Пойдём. Как как? К мадаме пойдём. Ууу. Дополнительный вход какой-то. Новый объект торгует в яхт-клуба. Вот он. Беннет. Это он? Закон милосердный. Неужели нельзя спокойно насладиться мягким менталовым вкусом папирос? Многовато у вас сумма уверенности для человека, который не делает абсолютно ничего. Что я делаю, сэр? Так я наслаждаюсь моментом. В этой проклятой беременности мне не часто удается отделаться от толпы, который везде отнесёт вздор. Чё? О чём это ты? Этот закон нам забитый город, отрезанный от остальной колонии, удалённый от всех очагов культуры. Я помню времена, когда Стеллар Бэй был праличным городом под управлением коллегии, с регулярными поставками от тёти Клео и сериалами. А потом Сан-Джер встал во главе MSI и нам всем дали пинок под зад. Чё-то смотри, тут народ вообще сериалами увлекается. Прямо конкретно. Ну, хорошо. Так, звучит наплохо, вы скучаете. Звучит неплохо. А вот остальные считают иначе. Только и думают, что об этой своей свободе свобода позибать в пыли. Послушайте, у меня из-за вас депрессия начнётся. Может, что-то нужно? Депрессия. Засранец. Так, житель. Мяука. Вот она. Ну-ка. А он, зараза, скользкий. Он сегодня весь в крови. Но он и скользит. Туда-сюда. Ползти, значит, пытается. Кровище с грязью мешает. Снеж забрать где что. Пишу прощения. Не перебивай. Это невежливо. Мне хватает умолявку, лезвив брюхо и вытаскивает медальон. Если в него попала хоть капля желудочной кислоты, я бы... Чёрт, даже не знаю, что бы я сделал. Перебил бы, наверное, все по голове раптов по кругу. Так, чего в уставе... Погоди. Ты же не из местных. Ты кто такой? О-о-о, а ты червашка. Мне редко такое говорят. Обычный только капать на мозги, мол, вступая уже в МСА. Приятное разнообразие гостишь меня? Конечно, бармен. Ещё по одной. Замечательно. Что ты делаешь, Стеллар Бэйн, знакомец? Мне сказали, что ты поможешь нам найти инфоброкера. Так, интересно. Ладно, давай сразу к телу. Нет, не так. К мелу. Короче. Я возвращаюсь туда, когда потрезвею. Если проводник нужен тебе раньше, придётся достать мне что-нибудь, что придёт мне в порядок. Сколько времени тебе нужно? Подозревай больше, чем у тебя есть. Я намерен сидеть тут и пить, пока не протрезвею. Слышь ты, он что тебе на разумеет? Но в местном медпункте есть такие, я не знаю, как правильно назвать, стероидно-кофеиновые штуки, таблетки. Очень-очень-очень хорошие. Я свой месячный лимит исчерпала, потому что они мне нужны каждый сучий день. Но ты наверняка что-нибудь придумаешь. Понеси мне одну штуку и порядок. Так, если я не смогу, стероидно-кофеиновые штуки. Ты имеешь в виду кофеиновые, это же просто психостимулятор. Но они работают. Так что, продолжение усилия. Во всём молки он не найти продолжение выгоднее, чем наш специализированный восстановительный уборщик. Помните, где грязь, там работа для Сэма. Какого эта штуковина разговаривает? Это Сэм. Она, Сэм, помогает мне поддерживать частоту. Так вот, я принесу таблетки. 16 уровень. Прекрасно. Так, ещё 10 очков. Так, взлом, короче. Херачим конкретно. Убеждение следующее надо будет качнуть. Так, есть ещё способности. Так, что у нас тут по способностям? Общение. Снижать штрафы к точности во время передвижения. Устанавливается при убийстве. Урон научного оружия. Скорость движения по времени. Бонус к урону от падания в голову или слабое место. МС-подсветки взаимодействия плюс 5 метров. Быстрое путешествие при перегруженности. Давай здесь возьмём на всякий случай. Ну, надо до третьего ранга уже как-то добраться. Так, вчера вышка вывез. Выпить, поболтать или по делу? А у меня нет с собой ничего. Так, куда мне идти-то за этой кофеином? Её. Тут недалеко пойдём. Они сейчас скажут, что его нет. И... Принеси мне ещё чё-нибудь. Сейчас наверняка так и будет. Здорово, друг. Здравствуй, дорогуша. Не могу поверить, что не видел тебя раньше. Такие сладкие щёчки я бы запомнил. Сейчас я не знаю. Чем может помочь тёточка Эбигейл? Меня попросили забрать поставку кофе-ноида. Какой ослужливый юноша, что не таблеточка, понимая боевой духа. Кто это счастливый дружок, дорогуша? Честно говоря, для меня. Прости, но я из законоборцев, мародёв, которые распугивают 300 редких торговцев, я могу расходовать свои запасы только на жителей Стеллар Бэй. Запасов осталось так мало, что мне приходится запирать колдовую наверху. А что только не пойдёт, некоторые лишь получить больше положенного. В наше время никому нельзя доверять, кроме тебя. У тебя на лице написано «Я-то вижу». Я бы сделала для тебя исключение, если бы ты могла, мой херовинчик. Может быть, кому-то ещё нужна особая посылка от тёточки Эбигейл? Нюк. А, она! Это не моё дело, но я говорила ей, что доктор Уильямс увеличил бы её месячную дозировку, если бы она вступила в МСА. Носил свой вклад в общее дело, как мы. Но всё, я слишком много сказала, а я не люблю выпытывать. Разве кофе-новид нет больше ни у кого на монархии? Если и есть, хотел бы я знать где. Поставки субсвета Уилья обходятся дорого. Поверь мне, я бы очень хотел тебе помочь, но я мало что могу сделать. Доктор Уильямс управлял распределением с помощью терминала наверху. Даже у меня нет к нему доступа. Так, убеждение запуганных. Хоть сочёкань, давай сюда кофе-новид, или вам понадобится ваше же лекарство? Давай сюда. Это уж точно не стоит моего здоровья. Я дам тебе дозу, но знаешь, что я очень в тебе разочарована. Да не страшно. Держи, искать, чертить дорожку. Больше ты отобегал Эдвардс, не получишь ничего. Мне больше нечего тебе сказать, молодой человек. А зато быстренько, разобраюсь, припугнули. И всё. А ты чё-то чё-то чё-сёк отстуд сидеть, бин. С этой непонятной мадемуазелью. Мазелью. Или как это... Хребухать! Выпить, поболтать или по делу? Я принес ты волшебный пилюли. К слову, они опасны. Насколько опасны? Больше или меньше, чем регулярные пьянки? Давай их сюда. Уф, то, что доктор прописал. Прямо как его яблочко. Ну вот, да, теперь за дело пошли. Давай, пожалуй, в команду. Здорово, куда направляемся? Давай найдём инфа брокера. Ты про Херама? Сто лет не видел эту вздорную кочерыжку. Он сидит на гигантской радиовышке, которую мы ласково зовём Пик Дьявола. А пойдём на юго-запад, в основном по дороге до Фолбрук, а там можно пройти по западному склону. Это будет довольно весело. И ты любишь охоту? Охота, это же весело. Если ты в душе спелеолог, то в гниющей реке можно выйти к пещерам под горой. Можем обсудить варианты по пути. Вот только трое, это уже толпа. Я могу подождать, пока место освободится. Так. Пускай тырит на корабль. Пока ты прикрываешь меня, я прикрываю тебя. Добро пожаловать в команду. Безнадёжно. Корабль? Посмотреть на него. Я надеюсь, я там местечко. Встретимся там, когда будешь готов. Отлично. Взяли последнего бойца в команду. И что? Пока я думаю, на сегодня все. Хватит. Сколько мы стримим уже? Два часа. Ну, мне кажется, хватит. Ты немножечко подустал сегодня. Так, ну, что? Виктор Цой, привет. О, привет, привет, дружок. Ну, я уже заканчиваю, к сожалению. Виктор Цой, если нравится мой канал, нравится контент, не забывай ставить лайк, подписочку. И ты обязательно не пропустишь следующий стрим. И мы с тобой обязательно побеседуем. На сегодня все. Прохождение The Outer Worlds на сегодня мы закончили. Всем пока. И до будущих стримов. Субтитры сделал DimaTorzok